Я покажу вам фокус под названием Двойные Три Карты Монта. У меня будет две стопки по три карты. В первой стопке у меня будет Джокер, Дама Трев и еще один Джокер. Соответственно, следить нужно именно за Дамой Трев. А во второй стопке у меня также будет Джокер, Десятка Черви и еще один Джокер. То есть следить нужно за Десяткой Черви. И правила очень простые. Нужно отгадать, где находится Дама Трев в этой стопке и где находится Десятка Черви в этой стопке. Это будет сделать достаточно просто, так как я буду оставлять их лицом вверх. Немножечко перемешаю в первой стопке и во второй стопке. Ну, давайте сделаем немного посложнее. Я переверну одну карту вот так, одного Джокера. И немного запутаю вас вот такими странными действиями. И как вы думаете, что у нас здесь, где находится карта? И, допустим, человек говорит, что десятка червей находится в центре. Но вся беда в том, что в центре находится Дама Треф. Да, достаточно странно, я понимаю, потому что здесь же между двух Джокеров была именно десятка червей. Ну, давайте тогда, что здесь у нас и где? Также в центре десятка червей тогда здесь. Но опять же, ребят, здесь у нас находится Дама Треф, не забывайте, потому что здесь находится десятка червей. И, соответственно, вот таким вот образом человек не отгадал, нигде находится одна карта, нигде находится вторая карта. При помощи всего лишь четырех Джокеров. Сейчас я постараюсь научить вас этому необычному фокусу под названием Двойные Три Карты Монте. Да, название немного странное, но как еще назвать? То есть у нас здесь есть три карты Монте, только они происходят сразу в двух стопках. И фокус выглядит достаточно необычно, интересно. Возможно, его стоит немного доработать. Ну, я думаю, здесь опять же я вам дам основной принцип. Объясню, как работает фокус, а дальше вы уже сами. Для показа этого фокуса и для обучения я буду использовать карты из своей колоды. Винтаж Сайскримсон Эдишн. Ее можно приобрести по ссылочке в описании, как на Озоне, так и в моем магазине Нерошоп. Переходите, там есть также и другие версии моих колод, и также есть трюковые вариации этих колод. В общем, ссылка в описании, если вы хотите поддержать меня и мой канал, переходите и приобретайте. Ну, а для этого фокуса вам понадобится шесть карт. Как ни странно, это три Джокера, две Дамы Треф и Десятка Червей. Понятное дело, что вы можете менять эти карты по своему усмотрению. То есть вместо Десятки взять любую другую карту, вместо двух Дам взять две другие одинаковые карты. Но Джокеры здесь смотрятся органично, хорошо, потому что мы используем сразу четыре одинаковые карты. И лучше всего использовать Джокеров, чтобы у зрителя не было никаких подозрений на то, что у нас и другие карты могут быть одинаковыми. Потому что вот эти две Дамы он не увидит в фокусе. Он будет думать, что Дама всего лишь одна. И вам нужно все это дело немного подготовить. Возьмите двух Джокеров, положите вот так лицом вверх и добавьте к ним одну повторяющуюся карту. В моем случае это Дама Треф. Это у нас первая стопка. Вторая стопка выглядит немного по-другому. Здесь у нас идет сначала Дама, потом Джокер, потом Десятка. То есть вот эти карты, здесь у нас она идет с краю, здесь наоборот сначала. Первым делом нам нужно взять ту стопку, где у нас находится Дама и два Джокера. И продемонстрировать те карты, которые находятся в ней. Первую карту мы переворачиваем просто, как будто бы мы хотим сделать двойной подъем. Потому что дальше мы будем с этой стопкой делать двойной подъем. Поэтому переверните ее точно так же, как вы переворачиваете две карты. Повернули вот так, показали Джокера, отложили в сторонку. Далее мы поворачиваем всю стопку вот таким вот образом. И кладем вот эту карту лицом вверх. Потом показываем Джокера, кладем лицом вниз. То есть показать эти карты нам нужно именно так и никак иначе. Смотрите внимательно. Повернули одну. Вот так. Положили в сторонку. Перевернули две вместе. Положили одну. Перевернули. Положили вот так. И вы должны сказать зрителю, что он должен следить за положением этой карты в этой стопке. И за самой картой. Далее вы переходите ко второй стопке. И здесь вам нужно сделать двойной подъем. Мы просто мизинцем отгибаем нижнюю карту вот так. И переворачиваем две карты как одну. Тем самым мы показываем опять же Джокера. Но под ним прячется дама, которую зритель соответственно не видит. Показали вот так. И кладем вот сюда. То есть мы как бы делаем вроде как все то же самое. Но из-за двойного подъема мы прячем карту. Показали вот так. Положили. Далее то же самое. Переворачиваем две карты вместе. Кладем десятку. Показываем Джокера. Переворачиваем. Кладем. Все. То есть действия абсолютно идентичны. Только в этом случае нам нужен еще и двойной подъем. Именно так мы и показываем карты. И самое главное объяснить зрителю, что он должен делать. Он должен следить за картами и за их позицией в колоде. Потому что как бы обман построен не только на ловкости рук, но и как бы правилах, да, этой игры. Потому что зритель будет думать то, что он следит четко, да, правильно. Но прикол в том, что карты еще поменяются местами. Далее наша задача взять вот эту стопку и якобы ее немного перемешать. На самом деле мы просто пересчитываем карты. Это нужно для того, чтобы потом то же самое сделать вот с этой стопкой. Не было никакой разницы. Потому что если мы просто перемешаем карты здесь, а здесь ничего не будем трогать, фокус будет выглядеть странно. Мы перемешиваем, объясняя зрителю то, что он должен следить за перевернутой картой. И опять же после такого вот перемешивания, да, пересчитывания, так скажем. Она также остается в середине. И зритель это прекрасно понимает. На этом и строится обманка этого фокуса. Далее мы берем вот эту стопку. И здесь нам прям нужно поменять порядок этих карт. То есть мы слиствуем первую, вторую и третью. И после этого мы переворачиваем нижнюю карту, показывая еще раз Джокера. То есть мы убеждаем зрителя то, что там действительно два Джокера и десятка. И якобы усложняем фокус. Повернули. Теперь нам нужно поворачивать эту стопку вот таким вот образом в разные стороны нечетное количество раз. То есть раз, два, три, четыре, пять. Допустим хватит. В таком случае у нас десятка поменяется на даму. То есть мы просто развернули эту стопку. Но если мы это сделаем просто один раз, будет непонятно для чего мы это сделали. Но когда мы сделаем это несколько раз, зритель запутается и уже не будет понимать где там что и как. Опять же на это тоже играет перевернутый Джокер. И мы спрашиваем у зрителя, какая карта и где здесь находится. Он говорит то, что здесь у нас десятка и она в центре. Потому что мы просто ворочали карты. Соответственно она должна остаться в центре. На самом деле не важно в какой позиции он скажет. Потому что у нас карты поменяются местами. И здесь нам нужно сделать секретное движение. Здесь опять же, если он сказал то, что она допустим в центре. И например вам попался такой верткий зритель, который сказал, а здесь дама. И она в центре. То ваша задача сказать, да, ты угадал, здесь действительно дама. Но как видишь она не в центре. То есть здесь можно это обыгрывать как угодно. Но я обычно показываю это как просто перемещение. То есть я пытаюсь показать, как будто бы карта эта перевернутая действительно в середине. Чтобы это сделать, мы слистываем одну карту и резко выдвигаем эту карту вот так. В одном движении это выглядит, как будто у нас дама находится между двух других карт. Вот таким вот образом. Соответственно здесь ничего сверхсложного нет. Мы просто слистываем и раскрываем. Показали. Все. Фокус готов. После этого мы ставим мизинец. Вот таким вот образом. На одну карту. И нам нужно заменить эту карту на десятку, которая находится под дамой. Мы берем большим указательным пальцем. Видим вот так. Накрываем, показывая еще раз Джокера человеку. То есть он еще раз видит Джокера. Он еще раз думает о том, что здесь одна отличается карта и есть два Джокера. Повернули. Вытащили вот так. Тем самым мы вытаскиваем уже десятку. То есть такая простая подмена. И кладем ее между двух карт. Откладываем в сторонку. Переходим сюда и спрашиваем снова у зрителя, что за карта здесь и где она находится. Неважно где он скажет. Скорее всего он, да и чаще всего так получается, он попробует схитрить. И он такой думает, ага, если здесь теперь дама, то 100% здесь десятка. Это же крутой фокус с перемещением карт. Но у нас происходит двойное перемещение. Мы щелкаем и пытаемся сымитировать вот то движение, как будто бы карта в центре. Но здесь она действительно в центре. Мы просто раскрываем вот так и вытаскиваем вот таким вот образом. То есть вот так. Показали. Готово. Соответственно он опять ошибся. И здесь уже находится десятка. На этом фокус можно закончить. Но если вы хотите остаться максимально чистым и чтобы не было никаких вопросов у зрителя, вы можете собрать карты, убрать эти две карты в сторонку, дать их например на проверку зрителю. И здесь у вас вот такая ситуация. Три джокера и дама. Вы можете показать с помощью Эмсли Каунта четыре джокера. Раскрыли вот так. И вот эти две верхние нужно засунуть между двух вот этих карт. Вот таким вот образом. То есть мы просто засовываем их вот так. Ну выглядит это вот так в скорости. Показали. Засунули. Все. Переворачиваем и делаем Эмсли Каунт. У меня огромнейшее количество обучения на канале. Здесь быстро объясню. Большой палец вот в этой части сверху. Указательный средний снизу. Мы слистываем одну карту вот таким вот хватом руки. Дальше большим пальцем толкаем блок. Эту карту мы кладем под низ и в этот же момент забираем блок. Слистываем, слистываем. Все, готово. Таким образом, если сделать это в скорости, мы покажем четыре джокера. И у зрителей не будет вопросов. Надеюсь, ролик вам понравился, как и сам фугус. Да, он необычный, странный. Возможно, его нужно немного переработать. Но как идею я даю его вам. Я думаю, вы сможете что-нибудь прикольное придумать. Здесь есть несколько прикольных техник, принципов. И опять же, можно все это дело докрутить. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янг. Не забывайте то, что по ссылочке в описании вы можете приобрести мою колоду Винтаж Сайз Кримсон Эдишн. Ну и всем удачи. Всем пока.